Двое карагандинских В обоих случаях на домашний телефон потерпевшим звонил неизвестный, который, представляясь капитаном полиции, не называя своих данных, сообщал, что внук потерпевших избил человека, за что был задержан. Неизвестный просил на операцию якобы избитому человеку 15 тысяч долларов. Все деньги потерпевшие отдавали близким избитых. В тот же день неизвестный пытался завладеть деньгами в этой же сумме 15 тысяч долларов у жительницы одного из домов по проспекту Нуркен-Абдирова. Однако женщина денег мошенникам не дала, сославшись на их отсутствие. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Полиция просит быть бдительными всех жителей города и области. В городе орудуют телефонные мошенники. Еще раз хотелось бы обратиться к карагандинцам. Не верьте звонкам. При получении подобных сообщений, во-первых, постарайтесь успокоиться и оценить ситуацию. Позвоните попавшему в полицию родственнику, либо тому, кто находится рядом и может знать его местонахождение. Во-вторых, постарайтесь оттянуть время и сообщить в полицию по телефону 102 о случившемся. Полицейскими взвода патрульной полиции УВД города Сарань в поселке Актаз были задержаны две местные жительницы, которые в одном из кафе устроили настоящий погром, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Вчера в Актазский поселковый пункт полиции УВД города Сарань позвонила бармен одного из местных кафе, которая сообщила, что две молодые посетительницы устроили дебош. В кафе по вызову направились полицейские, которые на месте задержали двоих местных жительниц. Одной из них 24 года, второй исполнилось 26 лет. Девушки, приняв на грудь приличное количество спиртного, сначала устроили в кафе скандал, а потом стали бить посуду, сообщили в пресс-службе. По данным полицейских, задержанные дали признательные показания. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хулиганство». Ведется следствие. Владелец кафе посчитывает, сколько стоит разбитая девушками посуда. Молочная фабрика «Натиже» представляет. Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Экспозиция в стиле новых технологий. Впервые 20 современных японских и американских роботов расположились в зале Музея изобразительных искусств Караганды. Василий Маркин – экскурсовод. Другими словами, руководитель автоматизированных гостей шахтерской столицы. Молодой человек с гордостью знакомит нас с экспонатами. Интеллектуальные машины реагируют на прикосновения, умеют танцевать, петь и даже смогут приглядеть за жильем ваше отсутствие. Например, как этот робот-охранник. Есть и человекоподобный робот, похожий на Элвиса Пресли. Он копирует мимику и движения короля рок-н-ролла. А вот няня-панда может присмотреть за ребенком и почитать сказку на ночь. Оснащен он также сенсорами, то есть чувствует прикосновения там, где нарисованы у него вот такие следы от лапок. Вот на голове, на ручках, там есть еще на ножках. Сейчас я это покажу, его поглажу я по голове. Он засмеется, ну или скажет, что ему нравится. А есть и те, кто сможет заменить домашнего питомца. Интеллектуальные динозаврики Плео кушают, растут и запоминают человеческие лица. Коллекционер живет в Алмате, человек этим увлекается, собирал специально вот такую вот интересную коллекцию роботов, а потом решили показать населению, потому что по телевизору увидеть это одно, а увидеть воочию это совсем другое дело. За роботами будущее. Мы знаем, что они активно внедряются во многие области. Это и атомная промышленность, и химическая, и медицина. Каждый из представленных экспонатов уникален, вместе с тем и не дешевый, говорят организаторы выставки. Цена одного экземпляра варьируется от 1000 до 5000 долларов. Однако роботов привезли не на продажу. К слову, Караганда стала пятым городом в Казахстане, который смог увидеть уникальную экспозицию. Ирина Камышова, Тульген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганду прибыли экзотические животные. Видеть вживую чилийских белых жителям шахтерской столицы ранее не приходилось. Доставили их две недели назад из Красноярска. Трудно описать внешность дыгу, не ссылаясь на внешность других животных. Большинство людей считают, что дыгу похожи на гигантских песчанок или на белок. В принципе, данное сравнение имеет место быть, так как по размеру и пропорциям эти зверки действительно схожи с песчанками. А мордочкой похожи на белку, рассказывают представители Карагандинского зоопарка. Дэгу – необычайное интересное животное. Это на сегодняшний день самый интересный зверек из представителей грызунов. Он самый умный, и поэтому очень многие люди хотели бы завести его дома. Наш зоопарк второй раз содержит таких животных. Сначала мы немножко не придали им значения, обменяли на других. И вот сейчас мы вновь взяли парочку дэгу. По словам специалистов, белки очень умные. Тут их называют орфеем и вредикой. Самка и самец уже успели построить любовь. В скором времени, отмечая сотрудники зоопарка, они ожидают пополнения. А это паук Брахипельма Эмилия, который присоединился к остальным животным всего лишь месяц назад. Представитель мексиканских цветных пауков-птицеедов живет в среднем 10-15 лет. Особенность его в том, что насекомое может прожить без пищи около двух дней. Он у нас еще маленький, ему всего лишь полтора годика, поэтому питается мелкими тараканами и крупную пищу брать не может в связи с тем, что еще малышек совсем. Но по мере того, как эти пауки подрастают, они уже переходят на более крупную добычу, даже переходят на мелких млекопитающих. Могут и птичку прихватить, из-за чего и прошло название семейства пауки-птицееды. Доставленные совсем недавно сурикаты уже успели покорить сердца многих карагандинцев. На первый взгляд, эти белки кажутся спокойными. Однако не каждый догадается, что они очень бдительные. А вот общий вес их составляет около 200-300 граммов. Мирамгус Алкимбаев, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Неплательщиков на обозрение. Фотографии алименщиков, находящихся в розыске, расклеили в крупных торговых точках Караганды. Так, прокуратура Октябрьского района борется с недобросовестными папашами. Такая мера уже принесла свои результаты. Из 26 алименщиков найдены 4. Помимо этого, в прокуратуре района с 1 февраля действует горячая линия. По телефону 24 4402 взыскатели могут сообщить о случаях неисполнения должниками возложенной на них обязанности по оплате алиментов. Словом, сегодня предлагаются все усилия по защите прав несовершеннолетних. С прошлого года, к примеру, стартовала программа «Беркут». Согласно ей, должников по алиментам попросту не выпускают за границу. Были конкретные случаи, о которых рассказывают судебные исполнители. Самолеты сняли. Мало того, что сняли самолеты, ему разъяснили, сказали, вот у вас имеется по решению суда долг по алиментам. Он в этот же день погасил в эту задолженность, буквально где-то 500 тысяч. При нас заплатил взыскатель, взыскатель написал заявление, что получил деньги. К слову, в Октябрьском районе числится более 3000 должников. Общая сумма, которую в рамках закона недополучили несовершеннолетние дети – более 44 миллионов тенге. Сегодня прокуратура проводит встречи с судебными исполнителями и представителями духовенства. Здесь обсуждают и решают актуальные проблемы по взысканию алиментов. Прокуратура Октябрьского района проводится данный круглый стол, для того, чтобы, помимо того, чтобы осветить основные проблемы, возникшие в ходе проверки, те нарушения, которые были допущены должностными лицами органов исполнительного производства и органов внутренних дел, при взыскании алиментов в розыске должников, принять, найти вот эти решения, точнее, внести предложение по решению этой основной проблемы. Молодым карагандинским полицейским вручили офицерские погоны. Первые награды получили 21 сотрудник подразделения УВД Карагандинской области. Торжественное мероприятие по традиции состоялось на плацу УВД города Караганды. 20 полицейских получили погоны со звездочками лейтенантов и еще одному сотруднику правоохранительных органов вручили звание младшего сержанта. Нужно отметить, что среди молодых офицеров свои первые звания получили и две девушки. В Караганде состоялась первая научно-практическая конференция для педагогов дошкольного образования. Здесь обсудили одну из актуальных тем – национальный региональный компонент в дошкольных учреждениях. Организатором конференции выступил Учебно-методический центр развития образования региона, который в преддверии масштабной работы провели ряд исследований. Нашим центром было проведено микроисследование в девяти дошкольных учреждениях Карагандинской области. Был взят регион Караганда, был взят регион Балхаш и регион Сарань. И как бы наши микроисследования показывают, что национальный компонент присутствует во всех видах деятельности в работе с детьми, начиная с приемной и заканчивая именно в группе всеми зонированиями. Каждый ребенок должен знать традиции и обычаи своего народа, изучать родной язык и воспитываться в духе патриотизма. Вот формула развития национально-регионального компонента в дошкольных учреждениях. Эту концепцию поддерживают еще 280 педагогов и воспитателей со всей области, которые сегодня приехали на конференцию «Шахтерскую столицу». Здесь они обменяются опытом с коллегами, внесут свои предложения. На конференции будет решаться очень много интересных задач, связанных уже с развитием качественного образования именно дошкольного. Потому что по содержанию настолько у нас уже развита сеть дошкольных организаций. Мы занимаем ведущее место в республике по охвату дошкольным воспитаниям. И, конечно, назрела проблема не только содержания самого, а именно качественного содержания. Научно-практическая конференция пройдет в два этапа – пленарное заседание и три секционных занятия для специалистов дошкольного образования. Мероприятие предшествовала выставка научных работ педагогов, имеющих большой опыт работы в дошкольных организациях. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal – Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. Воскресенье 3 марта в 17.00 на стадионе Астана-Арена состоится матч за суперкубок Казахстана между действующим чемпионом страны «Шахтером» и обладателем Кубка Казахстана столичной Астаной. Для выезда болельщиков Караганинского клуба будут организованы автобусы от стадиона «Шахтер» до стадиона Астана-Арена и обратно. Сбор всех желающих состоится в 11.00 со стороны улицы Олимпийской. Стоимость проезда в автобусе будет составлять 1800 тенге. Юная казахстанская теннисистка Зарина Диас в среду вышла во второй круг основной сетки одиночного разряда международного турнира BMW Malaysian Open в Куала-Лумпур с призовым фондом 235 тысяч долларов. Зарина уже давно считается одной из самых больших надежд казахстанского тенниса, хотя и не всегда получается оправдывать ожидания. В этом турнире пока все складывается удачно. В матче первого круга Диас, пробившаяся в основную сетку через квалификацион «Асита», обыграла восьмую ракетку соревнований чешку Кристину Плескову 6-7, 6-1, 7-5. Соперницей казахстанки по второму кругу стала австралийка Эшли Барти, которая в своем стартовом матче обыграла представительницу ЮАР Шанель Симонс в двух сетах 6-4, 6-2. В матче же первого круга отбора Диас обыграла седьмую ракетку квалификации украинку Людмилу Киченок, 6-3, 6-2. Выйдя во второй круг основной сетки турнира, казахстанка гарантировала себе 3200 долларов призовых и 31 очко за счет рейтинга женской теннисной ассоциации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова